До сентября 2019 года об этой семье, управлению опеки и попечительства, не было известно ничего. Хотя этот мужчина проживал на территории города Нефтьюганска, у него была семья, в которой воспитывалось двое несовершеннолетних детей, девочка-подросток, это дочь жены от первого брака и их совместный годовалый сын. Первая информация к нам поступила 26 сентября 2019 года с другой территории. Суть этой информации заключалась в том, что необходимо было принять меры к местонахождению этого мужчины, поскольку на другой территории его дети, две малолетние девочки, нуждались в жизнеустройстве, поскольку их мать погибла в результате дорожно-транспортного происшествия. Действительно, придя в управление опеки и попечительства первоначально, мужчиной было написано заявление об отсутствии у него намерений забирать своих дочерей в свою семью. В дальнейшем нам стало известно о том, что он передумал, и по обоюдной договоренности со своей женой девочки были возвращены в семью к отцу по взаимному и обоюдному согласию. 21 ноября 2019 года специалист опеки, я подчеркиваю, без предупреждения, прибыл в семью, где были установлены абсолютно нормальные условия проживания всех ее членов. В семье было достаточно продуктов, дети одеты, обуты. Хочется отметить, что никаких признаков психического насилия не было, а телесные повреждения у девчонок на теле отсутствовали вовсе. Оба родителя производили впечатление совершенно адекватных людей. В беседе с ними было установлено, что девочки уже зарегистрированы по месту жительства постоянно, и отцом подано заявление в Департамент образования и молодежной политики администрации города о предоставлении мест в детском дошкольном учреждении. Состоялся разговор со старшей девочкой, которая пояснила, что ей нравится новый дом, ей нравится в семье своего отца. Каких-либо нарушений прав детей установлено не было. В дальнейшем, после 21 ноября 2019 года, никакой информации по данной семье в адрес управления опеки и попечительства не поступало.